Я очнулся в больнице, в одиночной палате. Я не знаю, как я туда оказался. Мне трудно вспомнить вчерашнее, а может уже и не вчерашнее событие. Но то, что я помню, расскажу вам. День был самым обыкновенным. Я сидел за компьютером и проверял почту в Майле. Предложение дружбы от... не помню точно. Вроде это был Смайлер Мэн. Я решил принять предложение, так как мне нужны были друзья для приложений. Сразу после принятия дружбы от него мне пришло сообщение со следующим содержанием. Привет, посмотри кое-что. Тебе это должно понравиться. После этих слов прилагалась ссылка. Я ее нажал, так как у меня был антивирус и любопытство. После нажатия ссылки на мой компьютер начал скачиваться какой-то файл под названием Hypnosis.AV. Я подумал, что ничего опасного в нем нет, потому что если это будет вирус, он будет удален антивирусом. Ну а если скример, то я просто его удалю. После просмотра и накладывания кирпичей. Этот файл оказался в видео. Длинное ровно в минуту. Я решил его посмотреть. Сначала был белый экран. И чей-то силуэт вдалеке. Потом силуэт начал приближаться. Это был мужчина в черном костюме. Он остановился и стал что-то говорить на английском языке. Слова были неразборчивыми, поэтому перевести я их не смог. Такое ощущение, что он стоял сзади меня. Потом белый фон. Стал менять цвета. Голос мужчины становился громче. У меня вдруг начала болеть голова. Но я решил продолжить просмотр. Цвет начал меняться. Все быстрее. А изображение начало искажаться. В глазах стало темнеть, и я стал терять сознание. Последние слова, которые я услышал, были четкими. И я смог их понять. Это были слова «I'll be back for you». После этого момента у меня окончательно потемнело в глазах. Дальше я помню только пару отрывков. Я летел, а точнее падал из окна своей квартиры. Повезло, что только третий этаж. И помню звук сирен. Дальше все будто стерто. Он сказал, что вернется за мной. И похоже, он уже идет. И я слышу его шаги. Мне не убежать. У меня очень сильно болит правая нога. Мое сердце стучит с бешеной скоростью. Это он. Уберите его от меня. Что с ним? У него нет пульса. Что? Видимо, его уже не спасти. Везите его в морг и запишите время смерти. Кстати, сколько сейчас времени? Ровно полночь, сэр. Случилось это пару дней назад. На почту пришло какое-то спам-письмо. С бессмысленным текстом и ссылкой. Мне давно хотелось поиздеваться над каким-нибудь вирусом. Поэтому, запустив на всякий случай виртуальную машину, я перешел по ссылке. Браузер предложил скачать архив. Я согласился. Архив оказался небольшим. Чуть больше мегабайта. Поэтому скачался быстро. В нем оказался один .exe файл, который я и запустил. Ничего не произошло. Я залез в диспетчер задач. Там вертелся один левый процесс. Под названием SDTH48. Я попробовал завершить его. Компьютер потупил пару секунд. После чего выдал сообщение об ошибке. Я свернул диспетчер задач. И тут мне стало не по себе. На рабочем столе, виртуалке, вместо стандартных обоев, была моя фотография. В верхней ее части клубились какие-то тени, в которых угадывались очень неприятные, человеческие и не очень лица. Внизу была небольшая красная надпись. You will die, son. Я оглянулся. Никаких теней, само собой, сзади не было. Я уже не раз попадал в разные мистические истории. Однако в то, что какая-то потусторонняя сила может управлять компьютером, я не верил. Поэтому решил найти рациональное объяснение. Исходный файл я открыл с помощью специального редактора. Исходный код он не выдает. Но дает общее представление об используемых в программе компонентах. ResHack, если кому интересно. Первое, что я увидел, это отдельное изображение тех самых теней на прозрачном фоне. Кое-что уже начало проясняться. При дальнейшем исследовании обнаружился компонент WebCam. Я улыбнулся. Попробовал еще раз убить процесс, глядя при этом в свою веб-камеру. Диод на нем мигнул, подтвердив мои предположения. Через секунду изображение на рабочем столе изменилось. Там были те же тени и та же надпись. Но я на этот раз смотрел не куда-то в сторону, а прямо в кадр. Вот и весь психологический эффект. При дальнейшем разборе этой заразы выяснилось, что в случае отсутствия камеры файл пытался зайти на аккаунт Фейсбука пользователя и стащить фото оттуда. В случае же неудачи эта гадость сдавалась. Ну а реально цель вируса была сбор паролей. Обычный троян, который, однако, мог испугать неопытного пользователя и получить немало времени на сбор данных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok